Еще задолго до открытия бюста генерала на мемориале памяти и скорби многолюдно. Сюда пришли люди разных возрастов, но в основном те, кто помнит, как тяжело пришлось в начале 90-х. Вендерчане говорят, представить историю республики без Александра Лебедя сегодня уже невозможно. Хорошего сделано, но только маленький, надо чуть-чуть повыше его сделать. Благодаря ему мы живем сейчас на этой земле. Важно, что наш президент выполнил свое обещание, которое он обещал на собрании в Бендерах. Это очень важно. И очень важно, что именно этот генерал остановил войну в Приднестровье. И дай ему Бог, большую ему память от всего народа Приднестровья. У вековечения памяти генерала для приднестровцев знаковое событие, говорили сегодня. Памятник отмечали на мемориале – символ мира, стабильности и спокойствия на территории республики. Открывать бюст генералу приехал его брат Алексей. Мы отдаем дань уважения его служению, его подвигу, его мужеству. Мы отдаем дань уважения Российской Федерации, которая и сегодня осуществляет миротворческую операцию в Приднестровье, охраняя и защищая жизнь приднестровцев. Вечная память Александру Ивановичу и благодарность всем солдатам России. По словам полковника и брата генерала Алексея Лебедя, он не был в Приднестровье два десятилетия. И сегодня ему очень приятно, что здесь хранят память о его брате. Александр Иванович любил вас и, конечно, считал основным рецептом для того, чтобы наладить экономику и жизнь в стране. Это очень простой рецепт. Надо просто любить свой народ. Я благодарю всех вас, тех, кто участвовал в принятии решения, тех, кто участвовал в финансировании, строительстве этого памятника. Спасибо вам, счастья вам, добра и уверенность в том, что то, что вы делаете, это правильно. Что вы боретесь за свой независимый класс и боретесь дальше, пока не достигнет того, чего вы сами наметили в свое время. Место для установки памятника было выбрано не случайно, говорят в госадминистрации Бендер. Бюст, вылеты из бронзы, завершающая часть композиции «Мемориал славы». А за спиной генерала – гранитные плиты с фамилиями погибших в 92-м, жителей и защитников города. Блестящий военный, талантливый политик. Этот человек, один из немногих наших современников, имел полное право говорить «Честь имею». Я рад, что светлая память об Александре Ивановиче живет в сердцах преднестровцев, живет в наших сердцах. Александр Иванович в будущем в Приднестровье сделал очень многое, чтобы защитить людей и сохранить их в жизни. Хочу отметить, что открытие памятника Александру Ивановичу – это очень значимое и важное событие. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в создании и открытии этого памятника. Память генерала Александра Лебедя увековечена во многих городах. В родном Новочеркасске его именем названа одна из улиц. В Красноярском краевом центре его имя носит кадетский корпус. В музее выставлены все боевые награды генерала. Память о человеке, сумевшем остановить кровопролитие 20 лет назад, хранит и Приднестровская земля. Татьяна Коркина, Роман Вицуков, Александр Зубков. Первый республиканский телеканал.